как ее остановить ее не остановить процесс не обратим да сейчас наверное у всех хозяек очень много таких домашних заготовок но я хочу предложить вам еще одну заготовку это черри собственном соку я помыла и просушила помидоры красные и желтые буду закрывать отдельно крупные помидоры я порежу немного помельче чтобы они хорошо проходили в соковыжималку сок буду гнать на соковыжималки на моем канале есть рецепт где я готовлю томатный сок можете посмотреть если вас интересует другой способ ссылку найдете в правом верхнем углу баночки я заливаю кипятком сначала понемножку чтобы банки не лопнули так я буду стерилизовать наши баночки вот постольку я наливаю водички закрываем крышечкой и даю постоять им минут 15-20 до полного остывания в банку я налила обычную холодную воду и теперь солью и посмотрю сколько жидкости у нас двухлитровой банки сколько нужно будет скипятить томатного сока вот получилось 900 грамм воды в одной баночке двухлитровой баночку я теперь закладываю зонтики укропа несколько веточек лаврового листа чтоб 10 черного душистого перчика насыпаю и добавляю чеснок такой чеснок что-то у нас один получился крупный я его разрезала напополам в одну баночку уже добавила и сейчас добавлю сюда чеснока я добавляю побольше теперь сюда отправляю наши помидорки вот забила полную баночку и убираю пока в сторону так буду наполнять все остальные баночки вот все баночки я заполнила уже и теперь в каждую баночку буду добавлять какие-то уксус две баночки сделаю с уксусом на двухлитровую баночку одну чайную ложку уксусной эссенции 70 процентной и в одну литровую баночку тоже добавлю уксус а в остальные добавлю просто таблетки аспирина на двухлитровую баночку добавлю по две таблетки аспирина а в литровую всего одну положу если вам нравится мой канал подпишитесь не забудьте и также нажмите на колокольчик оповещания и мои новые рецепты будете видеть самые первые на огонь поставила кастрюлю с томатным соком сразу высыпаю сюда соль и сахар на литр томатного сока одна столовая ложка соли и 2 столовые ложки сахара все перемешаю и оставлю чтобы хорошо закипела томатный сок закипел и сверху получилась вот такая пена нужно кипятить до тех пор пока пены практически не будет так уменьшилась пена и теперь я начну заливать баночки томат кипел минут 5-7 все хорошо теперь размешиваем и аккуратно заливаю в баночки сначала понемножку чтобы банка не лопнула а потом уже полную баночку наливаю эти помидоры очень вкусные получаются попробуйте приготовьте по моему рецепту можете поделиться со своими друзьями и близкими томат у меня постоянно кипит и кипяченым томатом я заливаю все баночки закрываем машинкой переворачиваю проверяю протекают баночки или нет и убираю в теплое место до полного остывания готовьте вместе со мной